Всем привет! Добро пожаловать на обзор Audi A6 2002 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 425 тысяч рублей. И сегодня я нахожусь в республике Тарстан, город Набережные Челны, автосалон CarLine. Этот обзор будет посвящен экстерьеру и интерьеру автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем озвучание. Такие ключи. Давайте приступим. Брелок обтянут матовой пленкой. Черный кожаный салон. Двигатель. 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 Давайте включим фары. Дальний свет фар. Также, как обычно, аварийную сигнализацию. Электростеклоподъемники. Давайте откроем капот. Электролюк. 17-дюймовые диски с шинами Дамлоп. Размерность шин 205 на 55. Дисковые тормоза. По кузову есть сколы и царапины. Они не очень значительные. Формированная конкорта радиаторной решетки. Также хромированные накладки. Двигатель 6-цилиндровый, 2.4, 170 лошадиных сил. Двигатель 6-цилиндровый, 3.5, 170 лошадиных сил. Двигатель 6-цилиндровый, 3.5, 170 лошадиных сил. Стоп-сигнал. Задние датчики парковки. Раздвоенный выхлоп. Так как мы уже хорошо разглядели экстерьер, давайте перейдем к интерьеру. Первоначально здесь были вставки под темный алюминий, но их обтянули карбоновой пленкой. Центральный замок. Электростеклоподъемники. Блокировка стекол. Ниши для вещей. Притом они обшиты тканью. Вещи не будут греметь. Алюминиевые накладки на порогах. Водительское сидение имеет как электрорегулировки, так и механические регулировки. По высоте электрорегулировки. Продольно-механические и спинка сидения, так и механические регулировки. Регулирование яркости подсветки приборов. Цифровые часы. Также отображается дата. Этот автомобиль имеет пробег почти 165 тысяч километров. Давайте послушаем, как звучит двигатель. Отличное звучание. Здесь установлено 6 подушек безопасности. Эта кнопка контролирует заднюю солнцезащитную шторку. Несмотря на то, что автомобилю 10 лет, она идеально работает. Отключение системы электронной стабилизации. Стаканник. Довольно оригинальный. Аудиосистема. С кассетой. Также ее можно прикрыть. Потрясающее звучание. Задний и передний обогрев стекол. Подогрев сидений. С шестью ступенями. У меня на Passat 5 ступеней. В зоне климат-контроль. Можно отрегулировать температуру на полградуса. Рециркуляция. Автоматическая рециркуляция. Автоматический режим и различные зоны. Индивидуальная настройка температуры для пассажира. Прикруйте или пепельница. Автоматическая коробка передач. Вариатор. С возможностью ручного переключения. Типтроник. Алюминиевые вставки. Электрорегулируемые зеркала. С подогревом. Подлокотник. Регулируемый. Стояночный тормоз. Подсветка макияжных зеркал. Зеркало заднего вида с автозатемнением. Электролюк. Его можно установить в режим проветривания. Дефлектор. Подсветка. Индивидуальная подсветка. Для водителей и для пассажира. Высочайшее качество сборки. Превосходные материалы. Отделочные. Сочетание мягкого и твердого пластика. Металлизированный пластик. Честно скажу, почему мне нравится Audi A6. Я сравнивал с Audi A8 тех же годов. Audi A6 мне понравилась тем, что можно дооснастить этот автомобиль. На то время, конечно же, можно было дооснастить этот автомобиль. Различными опциями. Двигатели. До конца дверь закрыли. Различные двигатели были. Дизельные. Любых объемов. Также просто монстры. V8 можно было сюда ставить. V6. Различного объема. На вкус и цвет. Мне очень этот автомобиль понравился. Именно Audi A6, а не A8. На A8 я. Все-таки положил свой глаз, но потом как-то подумал и решил, что лучше A6. И сейчас честно скажу, я присматриваю Audi A6, начиная с 2000-х годов. Возможно, даже 99-й, 2000-й, 2001-й, 2002-й, 2003-й, возможно, даже 2004-й. С двигателем 4,2, 300 лошадок. Многие, наверное, скажут, а зачем 300 лошадок, бешеный налог, такой двигательный объем. Я уже свой выбор сделал. Считаю, что в ближайшем будущем продам Passat. После того, как я перетяну салон, в божеское состояние приведу этот автомобиль. И следующий автомобиль, который я присматриваю, это Audi A6. Этот автомобиль от А до Я меня устраивает. Многие, наверное, скажут, а почему не BMW 5-й серии тех же годов? Или та же самая E-шка Mercedes, да? Это мой сугубо индивидуальный выбор. Сидения все-таки здесь очень мягкие. На дальние поездки в самый раз. У автомобиля отличная обзорность. Эталонная эргономика и управляемость. Великолепная шумоизоляция. На этом автомобиле хочется ехать, ехать и ехать. Как на дальние, так и на близкие расстояния. Солнцезащитные шторки. Вставки под дерево. Пепельница. Задний ряд сидений легко складывается. Легкая посадка на задний ряд сидений. Прямо в росте в 188 см, как вы видите. И на головой еще достаточно. Вешалка. Кармашки, чтобы какие-то вещи сюда положить. Дефлектор в вентиляционных отверстий. Пепельница. Извиняюсь, прикуриватель. Подлокотник. Аптечка. Подсветка. Индивидуальная. Великолепный немецкий седан. В этом автомобиле меня не по-детски радует. Или, возможно, по-детски радует. Это качество сборки. Качество отделочных материалов. Каких-то эргономических просчетов и явных, серьезных ошибок в этом автомобиле. Очень трудно найти, честно скажу. Автомобиль приносит удовольствие с каждодневной эксплуатацией. И владельцы, остановившие свой выбор на Audi A6, не пожалеют это на 100%. Треугольник на случай аварии. Запаска. Инструменты. Гигантских размеров багажник. CD-ченджер на 6 дисков. Катя. Такие же регулировки имеет пассажирское сидение. Такие механические регулировки спинки сидения, электрорегулировки по высоте и продольные механические регулировки. В этом автомобиле каждой детали уделено повышенное внимание. Разъемы для подстаканников, при том как для маленького, так и для большого. Бардачок также обит тканью. Это означает, что все вещи, любые вещи, которые вы бы не положили в бардачок, они не будут греметь. С подсветкой. Надеюсь, когда я продам свой Passat, а это уже будет очень скоро, я думаю, Audi A6 будет меня так же радовать, как и Passat. Потрясающий автомобиль. На этом обзор Audi A6 2002 года выпуска завершен. Еще раз напомню, стоимость данного автомобиля составляет 425 тысяч рублей. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Берегите себя. Всем хорошего настроения. И до встречи в следующий раз.